Спасибо. 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 Это также отложение амиллоида, и мы видим плазмациты с отложениями амиллоида. Итак, опять же, это мелома с кальцинированным амиллоидом, которая имитирует хондроидное поражение при визуализации. Множество мелома может возникать и у молодых пациентов, и очень нужно помнить об этом заболевании у более молодых пациентов, даже несмотря на то, что это достаточно нечасто. Вот женщина 23 лет, у которых парикмахер заметил шишку на черепе над макушкой. В целом она здорова, но недавно заметила появление головных болей и нечеткость зрения при наклоне вперед. Итак, здесь мы видим классические рентгологические паттерны и ломы. Мы видим множественные литические очаги по всему черепу различного размера. Когда все очаги имеют один и тот же размер, мы скорее можем подумать о метастазах. Когда очаги варьируют в размере, то мы можем подумать сначала о мейломе. И здесь мы видим классические плазмоциты. Итак, множество мейлома. Здесь был поставлен диагноз множественного мейлома у необычного молодого пациента, 23 года. Мы видим, что... Но самый молодой возраст 17 лет, и это не секретирующая мейлома, секретарная мейлома. Еще диагноз. 21-летний ранее здоровый мужчина в течение года отмечал образование шишки над правой голенью. Иногда оно было связано с ноющей болью, которая в последнее время усилилась. Отмечено резкое усиление боли после падения. И вот здесь мы видим расширяющееся поражение эксцентричное в области большеберцовой кости с деформацией кортикала, и скорее всего с переломом. И с экидальным протонные снимки на МРТ. Они видят, что это поражение достаточно гомогенное, и диагностика рентгенологически на самом деле говорит о фиброзной дисплазии до даже простой костной кисты. Но, 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 но по темофологии мы видим группы плазмоцитов, и был поставлен диагноз солитарной мейломы плазмоцитома. Итак, и теперь некоторые скриптокобразователи момента по поводу мейломы. Диффузная остеопения – это хорошо известное и очень частое проявление мейломы. Таким образом, когда мы проводим скрининг на мейломы, тот факт, что имеется остеопения, это всегда уже некоторый признак мейломы. Проблема заключается в том, что самая частая возрастная группа для мейломы – это группа, которая остеопения также достаточно часто встречается сама по себе. И именно поэтому, поскольку остеопения является частым симптомом, она не так полезна нам с точки зрения диагностики. И для того, чтобы литическое поражение было видно на рентгенограмме, необходимо потеря 50% минеральной плотности кости. Однако, когда мы видим такие вот литические, фокальные, деструктивные очаги, то на самом деле это не является сложным диагностическим случаем. Для нас, пробиотичным для диагностики случаем или случаем, когда имеется случай с диффузной степенью, и у нас нет изолированных диагностических очагов. Диффузная степенья из-за мейломатозной фильтрации и индуцированной опухоли активности остеокластов трудно отличить от пестменопаузального или старческого остеопороза. И это действительно проблема. Теперь, есть также проблема при использовании только КТ. Некоторые формы литических поражений похожи с нормальным остеопориотическим просветлением, которое мы часто отмечаем. И если мы посмотрим на вот эти литические очаги у всех этих пациентов, это все, что мы будем делать, да, поскольку такие литические очаги на самом деле очень часто встречаются у пациентов в возрасте 50 лет и старше. Обнаружение тонких изменений при мейломе – это ключ. Не так сложно обнаружить мейломы, если имеется диффузное разрушение костей скелета. При сравнении рентгенограмм и МРТ, то сообщается о высоком уровне ложно-отрицательных результатов от 29 до 90% для рентгенограмм у пациентов с множественной мейломой. Таким образом, рентгенография сама по себе не позволяет нам скринировать пациентов. И, соответственно, когда мы видим на бессимптомных пациентов с нормальными рентгенограммами, то МРТ выявляет диффузную или очаговую инфильтрацию опухолю у 29 до 50% пациентов. И при этом примерно у третьих пациентов не ставится диагноз, если не выполняется МРТ. То есть МРТ существенно лучше, чем обычная рентгенография, но если выявляем такие очаги, то корреляция с КТ или с рентгенографией также играет важную роль. Когда мы сравниваем чувствительность рентгенологического и магнитно-резонансного исследования для выявления поражений в позвоночнике и костях таза, то мы можем увидеть, что рентгенография выявляет 34-42%, тогда как МРТ обнаруживает 76% поражений в позвоночнике, в тазу рентгенография выявляет 46%, а МРТ 75% поражений. Но что лучше работает, чем МРТ, это ПЭТ с ФДГ. Чувствительность ПЭТ-КТ с ФДГ для выявления поражения костного мозга при первоначальном диагнозе составляет уже 90%. Таким образом, рентгенологически скрытое литическое поражение, обнаруженное с помощью ПЭТ-КТ с ФДГ, это отличный пример. Посмотрите, да, на стандартном рентгене ничего не видно, а КТ показывает вот это просветление, и очень сложно его, скажем так, интерпретировать, но ПЭТ с ФДГ показывает нам подумать о поражении, то есть, соответственно, фокальный остеопоросец не должен иметь фокальное накопление в ДГ. Соответственно, использованный ПЭТ-КТ с ФДГ при множественной меломии дает важную прогрессическую информацию о выживаемости и риске рецидива, как на исходном уровне, так и после терапии. И также имеется еще одно исследование, которое было недавно опубликовано, в котором авторы говорили о, скажем так, самых недавних достижениях. Авторы пометили CD38-сифическое однодоменное антитело, галием 68, и разработали зонт для иммунопозитронно-эмиссионной темографии, иммунопэд, нацеленный на CD38. И что они обнаружили с помощью вот такого маркера? Иммунопэд визуализации, используя помещенным галием 68 маркером, специфически отображал себе подкожные топические меломные поражения, превосходя по эффективности инфрационный ПЭТ-КТ с ФДГ. И авторы отметили, что иммунопэд с галием 68 позволяет обнаружить пораженные меломы кости без явной костной деструкции. И это именно то, что и хотим получить, поскольку мы хотим выявлять мелому на ранних стадиях, и мы не хотим выявлять и рецидивы также на ранних стадиях. Таким образом, я хотел бы вам сразу сказать, что, возможно, будущее заключается в разработке других маркеров ПЭТ для меломы, кроме ФДГ и фторг-дезоксиглюкозы. И на этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание и за приглашение выступить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.